Этим летом будут отремонтированы два здания домов культуры в сельских поселениях округа, в селе Ома и поселке Красное. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». Подробнее расскажет Александра Литкова. Это двухэтажное здание дома культуры поселка Красное было построено в 1986 году. За 35 лет косметический ремонт здесь проводился не раз, а вот капитальный такого масштаба впервые. Внутри у нас будет частично меняться канализация, частично будет меняться проводка, будут меняться полы, везде во всех помещениях будет ламинат. Потом мы планируем в этом году, как в процессе капитального ремонта, все-таки поднять сидение в зрительном зале, чтобы зрителям было удобно смотреть, что происходит на сцене. Кроме того, будет отремонтирована крыша здания. Все работы, согласно графику, должны быть завершены 30 августа, к началу открытия творческого сезона. Этим летом капитальный ремонт проведут и в Доме культуры села Ома. Ремонты в этих учреждениях проводятся за счет средств гранта Министерства культуры. В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году мы отремонтируем два дома культуры. Это дом культуры «Красная» и дом культуры в поселке Ома. Сейчас уже буквально сегодня у меня заместитель губернатора Наталья Сан-Сидорова посетила уже ремонт, который начался в поселке «Красная». На следующий 22-23 период мы тоже подали заявки в Министерство культуры на ремонты. Это будет Верхняя Пеша и Хангурей. Дома культуры поселков Коткино и Каратайка также нуждаются в ремонте. Здание Каратайского ДК было построено силами колхозников в 1989 году. Как рассказала директор учреждения, кресло в зрительном зале еще с тех времен. Впрочем, небольшие косметические ремонты здесь проводятся. Сцену в этом году обновили, фойе поменяли, линолеум нам выделили деньги в том году. Писали финансово-экономическое обоснование, одежду сцены купили новую. Теперь у нас заново закрывается. Ремонт, конечно, капитальный хотелось бы, так как эстетический вид, он всегда значит очень многое. Все-таки мы живем в 21 веке и современное, хотелось бы что-то новенькое. Возвращаясь в Красное, добавлю, что после ремонта бывшего здания Красновской школы здесь откроется первая модельная библиотека, которая появится также в рамках национального проекта «Культура». Мы получили грант на оборудование для создания модельной библиотеки в поселке Красное. В настоящее время мы получили сейчас бюджетные средства по решению губернатора Ниньского автономного округа Юрия Васильевича Бездудного на ремонт здания, где будет располагаться модельная библиотека. Деньги сейчас, буквально сегодня уже внесли план график ФХД учреждения. И я думаю, что сегодня уже будет на торгах открыта возможность для участия в конкурсе на ремонт здания. Модельную библиотеку планируется открыть до конца текущего года. А пока сотрудники учреждения вместе с книгами временно переехали в здание новой школы. На данный момент у нас организовано внестационарное посещение. То есть все мероприятия и читатели у нас принимаются вне стены библиотеки. Формат работы в библиотеке изменился, что вызывает неудобства как у сотрудников, так и у посетителей. Нам звонит охранник. Мы спускаемся вниз, забираем книжки, соответственно, берем те, которые им нужны. Ну, это все обговаривается заранее. То есть и на следующий день, допустим, он приходит. Мы приносим то, что хочет он, читатель, и остальное забираем. То, что он сдал. Добавлю, также в рамках грантового финансирования частично будет обновлен и библиотечный фонд учреждения. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север.